Представляются родственниками, соцработниками, продавцами, сотрудниками банка и полицейскими. За три месяца мошенники обманули более 120 первоуральцев. При этом схемы обмана использовались стандартные. Как рассказали в полиции Первоуральска, сейчас мошенники чаще всего звонят и предлагают заработать на инвестициях, представляясь сотрудниками известных финансовых компаний и банков. Также могут сообщить о якобы взломе личного кабинета в банке. На втором месте покупка и продажа вещей на интернет-площадках. Здесь, поясняют полицейские, злоумышленники чаще всего предлагают расплачиваться за товар или услугу онлайн-переводом, а после получения средств пропадают. На третьем месте мошенники, которые представляются родственниками, попавшими в беду. Есть случаи, когда преступники представляются работниками соцслужб, втираются в доверие к пенсионерам и крадут их деньги. Всего за три месяца первоуральцы лишились 20 миллионов рублей. Полиция просит не доверять каждому встречному, а в случае подозрительных звонков сразу обращаться в дежурную часть МВД.